всем привет сегодня у нас реальные поиски реального автомобиля к нам обратился подписчик с просьбой найти альтернативу его нынешней машине это lada x-ray и в принципе она всем его устраивает за четыре года и 70 тысяч километров в ней развалились только опорные подшипники но у него растущая семья они ждут второго ребенка об x-ray они не помещаются даже с первым маленький багажник куда коляску фиг засунешь маленькие задние сидения плюс супруга который периодически пользуется машиной очень устал от механической коробки бюджет на все про все с учетом продажи x-ray 1 миллион рублей по нынешним меркам совсем немного но есть 200 тысяч рублей в запасе на всякие непредвиденные ремонты ищем что-то с автоматом большим багажником и по возможности просторными задними местами сам подписчик мечтал об автомобиле volvo x70 и тут трудно его в чем-то упрекнуть ну помимо того что я сам фанат volvo представить себе более семейный автомобиль просто невозможно вдобавок еще и полный привод за эти деньги я уже нашел на автору интересную машину уже посмотрел по ней отчет про авто с ней все в порядке сегодня никакого треша не будет мы сегодня ищем реально нормальную машину чтобы правда вот в действительности ее купить по телефону обещали что с машиной все в порядке у нее есть совсем мелкие недочеты ну там что-то со складыванием зеркал и системами мониторинга слепых зон в остальном по технике обещают что с машиной полный порядок продает машину собственник правда сам он ее купил и смотрим что нас ждет подруга так сможете быстро по всем недостаткам и дочетам что нужно обслуживать делать менять ну смотрите опять же кроме от халдуса все масла я сразу все поменял коробку двигатель фильтра все это история проводка все бы снял там зачистил и это тоже что это работает вообще есть проблем как ключ и моторчик поменял привод работает все работает заднюю включаешь нажимаешь вверх направлево она опускается автоматом потом автоматом убирается не работает только складывание еще что я сделал за косу я поменял здесь вот этот датчик он периодически это влажная погода он замыкает соответственно за него вся цепь пробег принципиально я скручивать не стал тоже такого возраста это обычный стандартный пробег а сколько сколько у вас в год примерно получается вы ездите я вообще катаюсь 20 25 но я на ней проехал с декабря я не езжу с конца я в январе ее выставлю на продажу так сопливица я вижу корпус коробки это да а вот то что сопливица это просто прокладка я так понимаю я пока этого не касался потому что дно всегда сухое так что у нас мат по мотору по запотевание клапан что это не должен быстросъем просто из-под него течет что ли чуть поднять на вот мы меняли она у хозяина валялась они так не успели поменять мне всю поменяли косу вот этот я менял опора новая соответственно трубка это тоже на полном быстросъем как раз тоже там где что-то капало сразу поменяли чистенький гитрач в целом пока действительно на вид криминала нигде не видно вполне соответствует пробегу заведете приятный звук и абсолютно чистый выхлоп так ну этому мотору еще судя по всему работать и работать это пробег уже видимо сказывается так по салону очень даже все здесь в общем-то и дырок нет боковина до основания протерта чуть не помята кожа но жуткого криминала не видно при этом 347 пробег на 2 метре далее как выглядят педали на пробеге 350 ручка подкрашена на руль какой есть не особо даже только-только начинает плешью сходить дверь чуть тяжеловато открывается крепеж весь в порядке штамп аэрбэга панель заводская здорово резинная летняя есть у нее примерно такая же да в другую сторону выкрутите руль пожалуйста гидравлик абсолютно тихо работает класс так вот трубочка у нас там плечет и чё ска тут по большей части все детали от форда так что не особо разорительны сейчас уже на форт согласен тормозульки выглядит жутко но судя по дискам они работоспособны еще пока что она перестала у вас открываться в какое-то время и дорого ремонт стоил электрика здесь вот это скрывается стойки когда холодно нет тихонечко начинают опускаться но сейчас чуть-чуть когда тепло было они меняются здесь элементарно мне даже видео это я уже хотел я вижу здесь раскрывали соответственно все то что загнило отрезали 126 касси это норма отлично все с ума сойти слушайте я врать не буду дизельную не найдешь это пластик дизельную такую не что вообще без окрасов у вас до получается с ума сойти что volvo подтверждает репутацию автомобиля в которой заложен просто лютый ресурс 350 тысяч для нормальной обслуженной volvo это половина жизни ну как половина нормальной жизни она и дальше будет ездить и здесь конечно вот volvo driving volvo драйверы те люди которые следят за машинами спасибо им большое вот у них машины выглядят вот так честно найти дизельную версию в таком состоянии я думаю будет очень трудно и отдельно хочу отметить очень я доволен своим выбором бензиновой версии они дизельной дизельная версия за эти деньги было бы тысячу раз более замученной а мотор 32 во первых это один из самых надежнейших двигателей volvo и вообще просто в абсолюте один из самых надежнейших двигателей которые выпускало человечество каких-то проблем каких-то разорительных позиций у него нету поэтому связываться с ним однозначно мой можно по сути его единственный недостаток это непомерный расход но здесь вы все сами видели сами слышали когда запустили двигатель поняли что он не запущен потом пошли его завели и звук очень много машин у которых пробег триста пятьдесят тысяч километров ты приходишь заводишь их или запускаешь и там просто уже слышно мотор приезжает скоро он поедет на капиталку здесь же мотор работает как часики ну ладно не говорю что он как новый но никаких жутких внутриутробных звуков никаких перемалываний отличный мотор понятно просто по одному звуку потому как он завелся на холодную потому как опустились обратно обороты потому как ровно он работал после прогрева понятно что этому мотору еще ходить и ходить коробка и система полного привода не должны на этой версии подкинуть каких-то сюрпризов они ничего особенного не требуют они требуют только обычного планового обслуживания следить за частотой масла следить за частотой радиаторов за терморежимом поэтому по сути ничего разорительного эта машина не должна подкинуть она требует просто обычное обслуживание вы сами видели кое-где есть течи ну естественно с учетом пробега наверное попросят какой-то профилактики тормозные механизмы наверное что-то попросятся в подвеске в общем в любой обычной ситуации я бы рекомендовал эту машину в покупке особенно учитывая что она еще и без окрасов без дтп но сейчас ситуации когда есть сложности запчастями и так при таком раскладе даже вот даже я наверно не готов рекомендовать молодой семье старый volvo с пробегом 350 тысяч километров давайте поищем что-то более свежее форд фокус универсал тоже выглядит неплохой альтернативой но только по массогабаритным показателям потому что на самом деле содержание этой машины совсем не дешевая подробно мы уже рассказывали об этом в ролике на канале автору когда искали альтернативу новой машине и честно говоря содержание фокуса впечатляет даже по старым ценам а теперь эти цены можно умножать на 2 поэтому я бы не рекомендовал молодой семье этот автомобиль поедем поищем что-то еще берегись автомобиля а чтобы автомобиль вам не навредил нужно помнить правила дорожного движения кстати автору проводит экзамен на знание пдд 30 вопросов две попытки и никаких двоек тем кто все забыл хотя правило лучше подучить потому что тогда можно выиграть классные призы например каска от тиньков страхования к экзамену допущены абсолютно все для пешеходов и велосипедистов будут свои вопросы так что скорее переходите по ссылке в описании к этому видео только чур без шпаргалок так привет машина пытались полировать но переусердствовали так передний бампер окрашен видно по шабрине так здесь видимо тоже пытались полирнуть неудачно после пленочки она до следы от пленки следы от пленки следы от пленки крашеное крыло кажется судя по вот этой части руль в оплетке по рулю особо сказать невозможно сколько тут пробега что по педалям педаль вот так вот точно у нас какие-то здесь наклеечка непонятно здесь непонятно ремни довольно неплохом состоянии ли вообще сидушки надо сказать не так чтобы прям сильно просиженные здесь не особо царапанное все вытерто пленка у нас вот значок такси вмятины на крыше ничего не дорого в целом состояние салона вполне неплохое здесь не так уж прям вот сильно убита боковина вот она проломан заломан конечно поролончик но терпимо здесь терпимо руль кнопки не протертые и просто сам по себе салон ну нормально живой грязный но живой крепеж не тронутый крепеж не тронутый пескострой пескострой но пока следов дтп чего-то не видать все хорошо штампа airbag нормальный ровный здесь ремешок чуть подставший пленка на порогах дверь даже фиксатор еще пока держит не разболтана особо сильно крепеж родной царапана но в пределах ровного так резина неравномерный износ почти лысарик то я год-год-год не очень понятен здесь чуть другой износ и к своей смешли прикольно здесь у нас зайдет мишлен почти вот здесь у нас сзади то я здесь у нас тоже то я одно колесо видимо было проколото поменяли 18 года между прочим лично родные значения родные значения что потрясающе сид без окрасов без следов каких-либо крупных дтп максимум по мелочи чуть-чуть цепанули так теперь под низ надо заглянуть и за мотор здесь сухо обычно здесь скрыто от глаз здесь плохо моют и здесь бывает все в масле поэтому пробег что машина большой не трудно установить но здесь все сухо здесь все сухо и следов что что-то замывали нету вон она грязь так чуть-чуть сполоснули сверху все сухо состояние выхлопа смотрим на месте ли катализаторы резали не резали здесь все ровненько все отлично 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 все больше не нужно все чистый выхлоп можно заглушить спасибо так мы вышли из сумрака и теперь я могу объяснить зачем мы смотрели таксишный сид а дело в том что альтернатива то никакой особо нету но в целом киа сид выглядит разумным приобретением нормальная интересная машина с довольно просторным багажником просторными задними местами поэтому их любят в такси и в наш бюджет не такси просто не бывает то есть вот все что до миллиона двести то вот все что в рестайлинге вы если открываете отчет про авто там везде будет использование в такси какая логика дальше дальше нужно просто если уж мы связываемся с машинами из такси нужно попытаться выбрать наименее умотанную то есть хотя бы без дтп а у машины которые мы осмотрели по отчету дтп нет и по факту их тоже нет ну и самое главное попытаться найти машину не умотанную в конец потому что смотрите пробег в такси в принципе считается очень легко один год это 100 тысяч километров бывает больше редко бывает меньше то есть соответственно если мы смотрим машину восемнадцатого года то у него пробег должен быть 350 400 что-то такое зависимости от того когда она ночью отстала у этой же машины ну пробег явно не 400 да это не заявленные 100 но явно не 400 мы уже смотрели на канале автору много выпусков где мы смотрели машины после такси и вы можете посмотреть как выглядят откровенные трупы когда вот все машину у ездили уже до состояния когда больше дальше не ехать некуда эта машина еще побегает еще послужит но пробег такси что-то в ней точно да сломается а с учетом бюджета запаса на ремонт тут уже не остается поэтому такое ощущение что x-ray есть только одна безальтернативная альтернативная альтернатива и я уже набрал по объявлению который проверил до этого по отчету про авто и вот с машины то там все хорошо а начался разговор с продавцом у нас довольно необычно по машине беспокоя по какой а сколько у вас их какие есть машин 78 вы перекупщик автосалон до перекупщик часть понятно перекупщик частник хорошо меня вместо св заинтересовала меня интересует состояние машины если все хорошо где посмотреть можно еще по машине на всякий случай спрошу никаких сюрпризов дтп аварий нет 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 толщиномер дам прибор единственно залили в багажник там этот кнопка багажника вот там же сенсор такой идет кнопочка вот иногда заедает сразу предупреждаю что надо несколько раз нажать по йоге так по технике нареканий нету вообще по документам все ровно а продажа как будет раз вы перекупщик как хотите возможно через гаи возможно договор через договор все документы нормально договор с комписью хозяина пустой бланк тоже есть как вы догадались весту судя по всему продают либо перекуп либо какой-то какая-то подпольная площадка честно я не очень люблю смотреть машины в подобных местах потому что как правило они все в плачевном состоянии поэтому я нашел еще одну альтернативу и это даже кроссовер представляете за эти деньги можно купить кроссовер правда китайский и если честно его купить то наверное можно но его что-то не очень продают я уже несколько раз звонил продавцу черри тига переднеприводная машина с вариатором но он не берет трубку ольга григорьевна продает очень интересно только григорьевна не хочет у меня было в закладках еще одна черри тига но ее уже продали то есть эти машины пользуются довольно определенным спросом поэтому судя по всему мы едем к перекупу слушайте а вот сразу вопрос вам встречный мы как раз покупаем потому что мы перестали помещаться в x-ray как с ребенком она коляска входит коляска такая прогулочная или большая она либо ключом либо или она только кнопка еще кнопка она еще пахнет новой ладой ну покоться на киклом ездили в возили здесь а так ладой пахнет салоне багажник офигенный поле а эта версия получается одна из жирных до климат обогрев у них нет же в простых вот это вот этих до так 43000 давайте все же отказываться она без дтп без окрасов все простой прибор прислонили смотрите микроны до звукового сигнала три звуковых сигнал окрашенная деталь ровно только прислоняйте и ждите до сигнала не 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 прислонили ждите но я такими вещами впервые работаю вот смотрите царапинка вот здесь небольшая подкрасить по хорошему купить цвет кузова краску небольшой а вот то что вот 120 140 это все сколько должно быть так это нормально до 160 отлично так и красилась так я прослушал еще раз от где где взяли машину у человека у хозяина он продавал потому что брал больше форды фокус и универсалы она была в залоге я и выбрал из ломбарда оплачивал остаточный платеж по кредиту у меня все бумажки на руках это не заводы короче бумаги о том что закрыт кредит у меня я лично платила остаток хозяин а что у него в птс ки сейчас творится ничего одна запись одна из лица соответственно так вы если что можете вписаться в птс могу вписаться дает меня договора получается но есть договор с хозяином единственная там сумма я вот не знаю как быть вот да какая сумма будет у нас до кп чуть меньше но сколько я не помню 890 что ладно терпимо хотел спросить вот вы проехались на машине ваше мнение вообще как нормальная машина или совсем жигули жигули нет адекватно тут же вариатор японский стоит мотор эти тоже я не помню него за ну то есть по пробкам не нормально в режиме парковки тоже все нормально все удобно то есть полноценный автомобиль и пользоваться можно сейчас прокатить крепеж я знаю детали не снимались те болты родные ничего не вообще он ездил сел поехал до тулы доехал допустим там объект обратно вернется 43 по моим там что она вроде прям правда сейчас резина практически новая как и должно быть на этом пробить все сухо все сухо как новенькая может чуть-чуть вокруг дом просто провести пасса руль садитесь сами прокатить а скажите вот ну я так он был у вас много машин да занимаетесь продажа постоянно что еще можно в эти деньги подобного ничего не хотела человек который постоянно в курсе рынка спросить альтернатива может быть нет альтернатива поэтому их разкупают ай какой кайф на вариаторе здесь на маленькой машинке пока вариатор свежий это конечно потрясающее ощущение они нормальные вариаторы масло поменять ему обслужить вовремя все нормально сделать они ходят они пункт они японские вариатор а еще кнопки на руле да и круиз и климат-контроль на есть у меня пока честно я пока поражен как плавненько и мягенько все а по надежности не сталкивались с какими-то заботами проблему не уезд а вообще ликвидная машина проблем обрадания ну что вы сами все видели в бюджете миллион миллион двести сегодня можно себе позволить либо volvo но старенький с пробегом 350 тысяч километров либо относительно свежий киа сид но после такси либо практически новую ладу весту ну что тут скажешь выбор сердца конечно volvo выбор разума веста но мне больше всего интересно что выберете вы так что пишите в комментариях какой из этих автомобилей является наилучшей альтернативой x-ray и больше всего подходит в качестве семейной машины я же передал всю информацию о проверенных машинах подписчику и его однозначный выбор это лада веста с вариатором потому что с его слов x-ray его устраивает абсолютно всем кроме размеров ну и механики разумеется до скорых встреч пока пока